Всем привет! Друзья, всем привет! Приветствуем вас на канале. Сегодня решили сделать обзорчик с внучечкой. Мы ездили в Доллар Три. И, ну, нам нужны были органайзеры. Ну, естественно, поехали за органайзерами и накупили... Куча барахла. Куча барахла. Вроде как все надо. С чего начнем? Ну, давай самым плавно. Сами меня и органайзеры. Органайзеры? Угу. Смотрите, у нас сейчас как бы ремонт. И мы хотим, ну, как бы вот, вот знаете, баночки, скляночки, всякие там, крема, дезидоранты. Ну, вот эти, как эти, которые... Вот это как? Антиреспиранты, да? Вот это надо все составить. В ванне навести, там, например, порядок там-сям. Нужны органайзеры. Вот куда ни коснемся, нужны органайзеры. Иначе ложишь в тумбочку, и там начинается шурум-бурум. Порядок можно навести и без органайзеров, только на сколько дней? На день. Короче, вот такой мы купили. Вот таких шесть штук. Эти органайзеры больше, знаете, для чего? Во-первых, они промеж собой состыковываются. Вот, смотрите, друзья, доллар двадцать пять. Вот, полностью он дырявый. Он, конечно, там может быть, он может быть годится под какие-то фрукты, овощи. Но слишком маленький, да? Ну, что тут? Нет, ну, если один живешь, там можно положить килограмм-два картошки, можно положить лука. Ну, вот, но они такие дырявые, проветриваемые. Но мы не под это брали. Вот я подумала, вот он, видите, чистый, квадратный, не раскосый никакой, по высоте. Вот я, знаешь, что подумала, сюда можно поставить? Вот у нас соль для ванн же есть. Я подумала, что мы можем поставить сюда соль для ванн. Вот, короче, не знаю, взяли шесть штук. Это получается, вот смотрите, они еще вот так вот, ну, я не знаю, вот, промеж собой они вот так соединяются. Можно вот так, можно вот так, короче, а можно по отдельности. Ну, они соединяются, конечно, не очень. Что вы хотели за доллар двадцать пять, чтобы они тут соединялись? Они вообще могут моделироваться, понимаете, как? И в эту сторону соединяться, и в эту сторону. Ну, короче, у них со всех четырех сторон есть соединительные. Вот купили шесть штук. Уже идет борьба. Кому в комнату, да? София говорит мне. Ну, сейчас, смотрите, взяли вот таких три органайзера. Серенький цвет, знаете, ну, конечно, там синие какие-то, может быть, надо белые было или какие-то. А, ну, точно мне. Ну, вот, вот сюда вот это вот все ставить. Сюда, во-первых, можно, София, карандаши сложить. Войдут карандаши? Ну, по-моему, шкума шага не будет. По-моему, там. У тебя столько карандашей, по-моему, маленьких будет. Ну, мне, за моих цветных карандашов не будет. Маленькая будет? Нет. Ну, короче, взяли три органайзера вот таких. Как еще будем распределять, не знаю. Но вот здесь более-менее пластик. И цвет такой серенький, универсальный. Ставь сюда. Не знаю, что таких органайзера. А для меня точно. Вот, теперь, что мы взяли? Вот эти тоже дырявенькие. Но вот это, мне кажется, войдут в раду на новую мебель, шкафы. Ну, знаете, а под одежду мы хотели. А у меня есть уже под одежду. Сюда можно и носки, и трусы. По-моему, я уже есть под одежду. Ну, да. И пескового сыра можно. Короче, таких мы взяли сколько раз? Два, три, четыре. Четыре взяли. Ну, видите, вы выбирали такой нейтральный цвет. Вот это белый. Конечно, конечно, дрэк. Дрэк. Ну, что там она? Дрэк-дрэк-дрэк-дрэк. Ну, ну. Дрэк-это еще что? Да бархло. А, мне вот эти больше все понравились. Я забираю штуки три точно. Вот это мы просто собрали, что там стояло. Сколько вот черных четыре, да? Да. Черных четыре, два серых, один синий. Мы там что было? Может, они их еще есть? У меня еще. Давайте. Вот мы вот такие органайзеры тоже под что-нибудь взяли. В общем, они нужны нам ставить в шкаф. И вот эти более-менее, видите, под ротанг сделанные. Я буду их использовать под карандаши, свои бусы, под марки. Всякое такое. Семь штук. Вот-вот все. С органайзерами все. Отдай сюда. Можем я одну. Какую? Ну, потом возьмешь. Хорст, либо берешь. Так, надо быстрее брать. А то разберут. А то разберут. Так, а, теперь, ладно, давайте вот это. Да вот это, ну, друзья, кто на меня уже подписан, как бы скажет, кто, наверное, знает, что я занимаюсь как бы точечной росписью. А это я просто взяла. В прошлый раз ты делала, это было когда-то еще краску. Ну, не знаю, надеюсь, у меня будет время. Это, вы знаете, вот тарелки ставить. Это вот как декоративность тарелки, подставка под тарелки. Можно картины ставить сюда. Можно все. Ну, можно фотографии, можно портреты. Это, короче, я купила. Доллар с 25. Так, трубочки. Трубочки. Я говорю, куда ты их берешь? Она говорит, ой, в прошлый раз я толстый брала, сейчас потоньше. Короче, трубочки взяли. Так. А, я еще, смотрите, что купила. Это, она сказала, удобрение. Да, это удобрение. Друзья, здесь нарисовано. Ну, вот смотрите, их 30 штучек, 30 палочек. 30 палочек. И вы просто вот так вот вставляете в цветок в комнатный и поливаете, и хватает это, на сколько, тут написано, на сколько-то недель. А, 13, 4, 5. Ты прочитай. Ну, ты можешь это прочитать. Где? Короче, на 60 дней, на 2 месяца ее хватает. Одну воткнул, цветочек, на 2 месяца просто поливаешь, и ничего не хватает. Нет, не хватает, не хватает больше. Самый лучший результат будет через 60 дней. Ну, 60 дней будет, да. А так, потом оно еще может быть там... Вот смотрите. Ну, вот именно, что ты ничего не поймешь, потому что здесь... Я умею читать присоединение. 13, 4, 5. То есть, как там правильно, первый кто у нас идет? Азот, фосфор, калий. Ну, не знаю, в каком порядке, 13, 4, 5. Ну, скажем так, 13 азота, 4 калия, 5 там. Не знаю, 13, 4, 5. Удобрение, чтобы листья были зеленые. Ну, для комнатных растений. Короче, вот такое удобрение. Джобс, да, называется? Made in США. Made in США. Взяли попробовать. Что, правда? Обычно в Китае делаешь? Так, давай, ну, нюхачки, нюхачки, нюхачки. Закончим. Вот первая вот такая вишневая. Обычно. Для машины, да? Да хоть куда. Можно в машину, в лендри. Запах 7 из 10. 7 из 10. А, 7 из 10. Да. Ну, вишня. Вилл-черри, спелая вишня? Нет, дикой вишня. Вкусно. Да, но вот эта у меня намного больше нравится. Это кто? Написано клубника и шаста. Что за шаста? Это кто-то знает, что такое шаста. Подожди, ну дай. Парни какой-то пинокладик. Да, пинокладик. Клубничный пинокладик. Так, ну давай дальше. Запах 10 из 10. Так, вроде по... Консерванты. Да, остальное пошла какая-то еда. Сгусеночка, две банки. Две сгусенки, две сгусенки. В прошлый раз я делала обзор. Мы купили одну банку попробовать. Ну, обыкновенная наша сгусенка, как российская. Ничего такая вкусненькая. Я ее и навернула. Но я посмотрела, что-то у Рады нет. Думала, или что, какие тортики печь. Взяли две банки. Манга, кусочки. Две штучки. Рада печет... Знаете, что она печет? Что она печет? Морковные кексы. Ну, морковные это морковные. Она добавляет в тортики и в пироги. И добавляет. И вот эти фрукты консервные. Кстати, они так кушают. Очень вкусненькие. Очень вкусненькие. Сардина. Нет, ну это сардина. А где персики, давай? Ну, давай персики. Вот персики, две баночки. Персики. Две баночки персиков. Тоже все по доллар двадцать пять. Тоже так же она добавляет. Ой, в эти... А это взяла как бы я. In brine это называется... In brine? В рассоле. В рассоле. По идее, ладно бы в воде. Это или натурально бы написано было. Но тут написано в рассоле. Пойди, какие-нибудь соленые, не знаю. Сардины соленые. Смотрите, такая огромная банка. И стоит доллар двадцать пять. Халява, плиз. Халява, плиз. Малиновое варенье. Малиновое. Было еще строберри, это клубника. Но строберри я только съела. Друзья, я вам скажу, вы будете смеяться. У меня в Алмате столько варенья. Мама дорогая, ему лет шесть уже или семь или больше. Я его уже подружке отдала на самогон переделать. Я за год, за восемь месяцев, что я была в Алмате, я съела. Вот ложка, если так. Одну столовую ложку. Я добавляю еще иногда в компоты. Я варю компоты. Ну, допустим, одну кастрюлю. Мне хватает на неделю. Из мороженых фруктов. Я добавляю ложку или две, потому что варенье... А тут она за полтора месяца сожрала целый банк. Сожрала, съела. Не одну, а две. Две. Я две. Вот, друзья, вы не поверите, я бейглс этот дурацкий бейглс. Ну, вот такая вот, калачик. Я его разогреваю. И вот я с маслицем и с вареньем. Ну, рада есть там вишневое. Я не хочу. А я вот думаю, ух ты, малина. Я сто распрыгала, мне не нравится. Она вообще не ест. Так, короче, это можно сказать, что я купила себе, думаю, на завтраки. На завтраки малиновое варенье, да? Пресерва, пресерва. Это что, консервированное, да? А вообще это варенье или компот какой? Нет, на варенье похоже. Ну, пресерва какая-то. 454 грамма, долларов 25. Дешево, дешево. Малиновые грибочки. Это я взяла попробовать. Не попробуешь, не узнаешь. Вот мы сгущенку попробовали, вкусная. А вот этот, мухрумс. Машрумс, правильно. Машрумс, мухрумс. Мушрумс. Точно как же, как кукумбир. Кукумбир, да. Ну, короче, это я попробую. Доллар 20. Так. Гуава, нектар, сок. Кстати, я ни разу не пила. Что это? Я не тоже не пила. Гуава. Ну, мы взяли попробовать. Джуси. Из консервантов. Ну, доллар 25. 500 тенге. Ну, такая же, как цена почти, как у нас. Вот две таких жарритос. Мексиканские такие. Лимонад. Лимонад немножко... Газировка. Газировка. Ну, вкусная она. Так, ничего. Типа фанты, колы. Ананас. Завы. И мандалин. Ну, ничего, они вкусные. Очень вкусные. Вкусные. Ну, мы, знаете, так. Мы, как бы, не покупаем в основном. Но, когда ездим, покупаем. Вот это я вообще не знаю. Это фейго. Это тоже самое как спрайт. Спрайт. Ну, да. Короче, спрайт. Будем сегодня делать в клубничной мохито. Доллар 25. Да? Доллар 25. Я так что-то подумаю. Тут, наверное, литра два. Два литра. Такая в магазине быстро. Кофеин фри. Натуральная. Ну, короче, взяли. Короче. Наш любимый чайочек. Вот таких три штучки. Так. Три взяли. Это Макси чай. Это персик. Каждому по банке. Да. Это... Это... Лимонный. Лимонный. Кстати, мы никогда не помнили. Появился новый вкус. Было всегда? Нет, он был. Был? Да, но я никого никогда не помнили. Три лимонных взяли. И мой любимый вкус. Малиновый. Малина или это вишня? Это малина. Ой, это ежедика. Это малина. Это написано Разбери. А, Разбери, да? Малина. А, на самом деле написано Разбери, но это не так поменяют. Так, вот девять штук. Короче, нас трое. Каждому по одной. Так. Давай дальше. Что мы там? Конфетки. А такое две пачки взяли? Да. Вот знаете, вот это обыкновенные наши сосачки. Леденцы. Ну да, леденцы. Я их зову сосачки. Разные вкусы. Ну, мне нравятся. Я их обожаю. Такие, знаете, приятные. Так конфетку закинул. И ассорти. Вот это стоит доллар двадцать пять, две пачки взяли. Одна пачка. Нет, одна баба. Почему это одна баба? На, убирай. Давай дальше. Это куда? Ну, хоть куда? Так. Так, один. Чехол. Ну, вон, покажи мне. Так, один. Вот так это к чаю. Знаете, честно сказать, здесь в Америке сникерс. Не очень. Такое говно. Невкусное. Ты узнаешь что? Вот понимаете, здесь он как-то вот этим маслом, маслом. Как это масло? Какое это? Какое это? Арахисовое. Арахисовое масло. Какой-то привкус имеет. Вот оно вот, ну, нет такого вкуса, как у нас. У нас в тура вкусе нет. Ну, вот хочется иногда. Вот так вот, что-то сидишь вечерочком. Не хочешь, я сиди? Да, сейчас. Я одну пачку на всех. Дальше давай. Две вот таких хариба. Хариба? Ну, они такие хариба, но они такие хрустященькие. Ну, в прошлый раз кто съел, наверное, мама? Ну, я съела. Мы что-то начали. Я съела полпачки по маме, я думаю. Я съела три конфетки. Я съела полпачки. Давай дальше. Что там у нас? Попкорн, который надо готовить в сковородке. Ну, это любители она и мама. Я вообще попкорн не ела. Я не ела попкорн уже несколько лет. Так, давай дальше, Соф. Обожаю. Мой любимый Чоку Пай. Это, конечно, не Чоку Пай, но это Мун Пай. То же самое. Ну, что ты так не поймешь? Вот, ребят. Надо с тобой поболтать. Потом. Да, шесть штучек, Чоку Пай. Ну, вкусно он такой в шоколаде. Очень вкусно. Доллар двадцать пять. Тоже к чаю взяли. Так, дальше. Дальше мамба тут. А, у тебя есть? Да, тут была. Я даже не делала мазбрана. Мамба, Италия. Новый вкусный. Новый вкусный, новая пачка. Ну, покажем. Вот это убираться стало. Так, это что? Блубери, блубери. Блубери, это что, голубика, что ли? Или кто это? Блубери. О, зульку стоялся. Так, взяли две хершис. Там маленькие шоколадки внутри, пять маленьких шоколадок. Хершис я люблю. Ну, шоколад да шоколад пять штучек. Кто-то мамба ест прям у меня. Ну, едят все, но не все успевают. Нет. Знаете, чего много набрали? Карамельных конфет, мы их обожаем. Так, вот это какие-то... Я хочу попробовать сейчас. Вот смотрите, вот таких... Это карамель в шоколаде. В шоколаде? Да, тут написано. Правда, что? Да. Так, ну вот, это рада брала. Я их даже чуть-чуть не увидела. Пробуем на камере. Я уже увидела. Четыре, пять, шесть штук. Шесть взяли. Ну, половинку давай. Мягко кормили. Одна пачка точно мне вкусно. Вот это вот, это просто мягкая карамель. То с шоколадом, а это просто мягкая карамель. Одна пачка, да? А, нет, две. Короче, мы их набрали. Так, вот эти вот, вот сосательные мне нравятся. Это без сахара такая синенькая. Вот они, две пачки. Это с заменителем. Да, вот что-то они маленькие. Ну, совсем маленькие, да, сволочи. Дурят нашего брата. Это обычные. Обычные, классика. А это с яблочком. Два часа потом. Новый вкус какой-то появился с яблочком. А это тоже какой-то карамельный. Но это, понимаете, как сосательные. Вот эти мне нравятся. О, поможаю, вот эти. Это внутри вот она маленькая карамель. А здесь тоже, по-моему, ее внутри. Да. Вкусные. Так, и знаете, что я купила? Орехи. Это не орешки, это микс. Фрукты и орехи. Фрукты и орехи. Ну, вы знаете, вот так пачку открыл. Сухофрукты и орешки какие-то все в перемешке. Изюм там. Что там еще? Что там есть? Это так вот чисто символически иногда покушать с чаем. Я вообще предпочитаю лучше есть сухофрукты, чем вот эти конфеты. Конфеты я стараюсь не есть. Ну и что вот это яблочко? Я еще даю это ночники добавлять. Но вкусно, зараза вкусная. У меня есть чашечка. Зачки. Значит, тебе не даю. Ну, мне-то мало осталось. Друзья, все. Очень мало осталось. Все. А что хотела сказать? Мы еще заезжали в Сэмсклаб за продуктами. Знаете, вы? Купили арбузы. Арбузы, например, около 7 долларов стоят. Потом. Ну, не в этом. Ладно, арбузы это там ерунда. А знаете, мне... Вот я хотела сохранить цены на курицу. Голень здесь стоит рубль 28 по 460 грамм. Доллар 28. То есть... Получается, килограмм стоит 2 доллара. А не очень вкусно. 2 доллара где-то 70 центов стоит голень. У нас стоит голень еще дороже. 3,5 доллара килограмм. В алмазе. Ребят, меня вырубает то, что заработки. Наши и их заработки, да? А бедра... А бедра... Бедра... А, нет. Голень по 90... Голень 2 доллара килограмм стоит. Голень это что? Ну, вот эта нижняя часть. 2 доллара килограмм стоит. Нифига. Да, дешевле. У нас 3,5, наверное, стоит. А бедра... Здесь доллар 28. Ну, вот 2,60 стоит килограмм. Но здесь бедра у нас идет вот такая... Это задняя часть, кобылка и хвост. Здесь этих костей нет. Здесь только вот эта вот ляшечка вот с этой костью. Пробка. Я уже открыла. Ну, вот. И получается, что курица... Курица здесь дешевле, чем у нас в Алмате. Я вообще удивляюсь. Но из говядина дороже. Но зато какая красивая. Но у нас тоже такая красивая есть. 8,5 из 10. Твоя оценка? 3 из 10. А мне нравится. На Макси чай вообще не похоже. Да, потому что это другое. Вот эти 2, они очень похожи на Макси чай. Но Макси чай намного вкуснее. И там еще намного больше вкусов. Особенно перхи и ромашки. Мы их 2 любим. Короче, перестаем жевать вам на камеру. Дай я вот эти попробую. А, вот. Мы еще не показали. Пробуем. Пробуем. Давай прочитай, что это. А, короче, это тут кармель. Пекан. С оригинальным пеканом. Оригинальная кармель. Орех. Где орех? Крошеный. Ну-ка. Короче, вот эту, извините, на камеру. Карамель с яблочком. Вкусно. Угу. А это? С семи листьев. Сладкое уже нажала. Угу. Напоминает, вот у нас вот такая ерунда в карамели. Правда, орех в карамели. Здесь мелкие орехи, крошеные. Вкусно. Вкусно. Очень вкусно. Ну, все. Показали все. Больше показывать нечего. На этом все, друзья. Показали свой обзор. И пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok